Здравствуйте, я Лилия Игликова. Новый спам появился в популярном мессенджере WhatsApp. Неизвестные распространяют информацию о новом наркотике, который ходит среди детей. Кто распространяет подобную информацию и не является ли она действительно рекламой наркотиков? Говорим с председателем общества поддержки и содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями Евгением Петровым. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Некоторые издания заверяют, что данная рассылка это очередной спам, как мы уже читали рассылку с ВИЧ-инфицированными бананами, мандаринами, от которых умирали дети. Как вы считаете, информация в подобных рассылках хоть в некоторых случаях соответствует действительности или все же нет? Я думаю, на миллион-два случая, возможно, да, и где-то может быть и соответствует действительности. Но в основном это просто спам, это вирус. Это я уже повторялся неоднократно, выступал. Это заложена программа антивирусная, где при пересылке таких смс-ок оказывается, у кого есть даже электронный банкинг на своем мобильном устройстве, то может потом впоследствии колоссальные, как говорится, убытки понести человек. И вот эти мошенники или как их называют, да, электронные хакеры, они создают вот эти сайты специально, а тем самым, наверное, бьют на самое наше дорогое, это на наших детей, и изъявив вот такую информацию, что появился такой наркотик, да, и детям всем распространяется, соответственно, родители начинают по WhatsApp, по мессенджеру друг другу пересылать. Тем самым нажимают кнопочку отправить и запускают код вот этот вирус, где, возможно, этот вирус уже залез в какие-то данные, скачивает их данные, где, как, но это мошеннические действия именно хакеров, это очень сложная программа. Получается, этот вирус активируется на телефоне только при отправке, при пересылке этого сообщения. Если я получаю подобное сообщение, оно еще для меня не опасно. Оно пока не активировано. Только вы нажали отправить, все активизируется, сразу же этот вирус. Судя по сообщениям средств массовой информации, данная рассылка стартовала в России и предполагаю, что могла охватить все русскоязычное пространство. Согласитесь, что такой вариант можно рассматривать еще и как очень удобный способ рекламирования наркотиков? Ну, я думаю, может быть, в каком-то случае можно отнести это к рекламе, но если разобраться со стороны с другой, то это ловля на жутца, что ли, получается, да? Расскажи, какие у меня наркотики, и все захотят их приобрести. Мне кажется, тогда максимальный упор правоохранительных органов будет на выявление этого наркотика, правильно? И они получаются сами себе яму рот, что ли? Я думаю, что, ну, как вариант можно рассматривать, но это не стопроцентный вариант. И как реклама я бы, ну, я бы не согласился, что как реклама. Больше всего это все-таки вирус зарабатывания колоссальных-колоссальных средств. Но согласитесь, можно играть на чувствах родителей. Напуганные родители, желая защитить своих детей, сами заставят их прочитать рассылку. И, естественно, самые любопытные из деток будут интересоваться, где это можно найти. Ну, давайте здесь все-таки мы переключаемся уже на воспитание детей, правильно? Если мы своему ребенку не дали разума, что наркотики это плохо, да, и что в действительности можно в том же самом интернете показать ребенку, что получают наркоманы, какое после употребления наркотиков определенного срока, что с ними становится, как у них там гниют руки, ноги, все остальное, да, я не думаю, что ребенок бы захотел попробовать любое из этих наркотиков. Тем более пишется вот в этих, что летальный исход у детей, да, детки якобы умирают в больницах. Поэтому я, прежде всего, упор. Давайте сделаем на воспитание родителей. И как можно распространить в школе вот эти наркотики? Вот мне всегда задается вопросом, если мы приходим в школу, мы даже зайти на территорию школы не можем. В кое-каких школах нас охрана не пускает, правильно? Вы куда? Вы кто? Вы родитель, не родитель, покажите документы. Ну, а внутрь школы, в саму территорию школы я вообще попасть не могу забрать своего ребенка, я жду его на улице, когда он выйдет. Поэтому я думаю, что наши школы обезопасны в этом прям очень сильно. Это вот я говорю именно непосредственно по городу. МАТЫ, как я здесь, ну, принимаю участие в развитии вот именно юнорской молодежи. И я вам честно скажу, доступ в любую школу очень сложен. И, во-первых, ну, во-вторых, мы, наверное, воспитываем детей с детства и говорим, нельзя разговаривать с плохими дяденьками, ни в коем случае нельзя брать никакие конфетки там, где она под любой приклон не идти с ним никуда, правильно? Поэтому это, в первую очередь, ложится все-таки на нашем, как говорится, сознании и воспитании наших детей. Вот. Ну, хорошо. Давайте тогда обратимся к фактам, то есть к тем явлениям, которые уже признаны как факты. В тексте некоторых сообщений говорится, что в любом городе России и СНГ можно приобрести наркотики с помощью так называемых закладок, тайных мест, в которых дилеры оставляют товар для покупателей. Авторы рекламы сообщают, что совершить сделку можно на интернет-площадке теневого сектора сети или DarkNet. Вот что это такое DarkNet? И неужели эта сфера совсем не подконтрольная государству? Ну, как вам сказать, совсем не подконтрольная? Контроль постоянно ведется и ведется очень качественно, выявляют факты, факты продажи именно через вот эти интернеты, порталы всякие разные. Но это очень сложно, поймите, потому что вот эта всемирная паутина, да, она, там эти вот преступные элементы, они же могут поменять название буквально через 2-3 минуты, да, и отрабатывался один факт, здесь факт поменялся, и следствия могут тем самым заводить заблуждение, пока будет переворот, уже возможно где-то осуществится вот эта продажа, да, где-то, ну, это существует, да, есть этому факт, но борьба ведется, и честно, ну, все-таки интернет это одна из самых сложных ветвей, где можно 100% и мгновенно выявить какой-то преступный элемент, там, группу, либо что-то вот такое, понимаете, где-то продажу. Всегда, чтобы выявить продажу наркотических средств, ведется оперативное мероприятие, потому что должны быть собраны все факты, что в действительности совершается продажа этих наркотиков, внедряются люди, где-то как-то, это сложная система, и я вам скажу, что борьба идет очень и очень жестко, но бывают факты вот такие, что где-то проскаризывают. Евгений, а могли бы вы рассказать немножко больше, как ведется эта борьба? Ведь на самом деле, даже если полиция задерживает человека, который забирает закладку, то в любом случае покупатель всегда не знает, у кого он берет товар, кому он проплатил. Нет, здесь, понимаете, они на шарм не работают, там все-таки это все схвачено, везде свои преступные элементы, везде люди работают, и просто так первым встречным наркотикам они никогда не продадут. Понимаете, если мы с вами в интернете, допустим, переписываемся, вы мне называете кодовое слово, я, допустим, где-то кодовое слово услышал, да, и мы с вами сразу начинаем какую-то передачу, этого быть не может. А я помню, как-то несколько лет назад, да, были посылки переправляли, я знаю, да, что по интернету, также обмениваясь кодовыми словами, и он якобы закупал товар там, как, ну, для культуристов, там, да, какой-то порошок или что, и тем же самым в этом порошке передавались уже вот эти наркотические вещества. Но тоже трафик был выявлен, закрытая, ну, все равно, я вам скажу, преступность нельзя одним махом взять и уничтожить, поэтому она есть, была и будет существовать всю жизнь, как только, наверное, появилось человечество, и эта борьба будет всю жизнь, и новые-новые факты вот таких будем все-таки выявлять, сотрудники правоохранительных органов, но преступный элемент будет разрабатывать все новые-новые вот эти. Чем больше, как говорится, наш мир развивается, тем больше развивается преступность, ну, и сотрудники правоохранительных органов тоже не дремлят, развиваются вместе с ними и пытаются, и делают свою работу. Ведь как осуществляется рассылка? Скорее всего, по номерам мобильных телефонов, которые преступники берут из каких-то нелегальных источников. Опять же, средства массовой информации говорят о нелегальных базах данных операторов, которые продаются в теневом интернете. Да, это тоже есть, и тоже выявляют этих людей вот эти базы данных, и иногда, значит, даже как-то становится не по себе, откуда узнают они эти данные тех же самых перекупщиков, как-то у них вот эта связь идет. Иногда, понимаете, как вам сказать, бывают такие случаи, где-то база данных, допустим, вот раньше, помните, у нас можно было забить фамилии, имя и отчество и выяснить, привлекался ли человек уголовной ответственности или административной, правильно? Если привыкался, допустим, по факту употребления наркотических средств и преступной деятельности, они уже, опа, значит, человек привыкался, любыми путями пытается найти его номер телефона, чтобы выйти с ним на связь, и тем самым начать его обратно подтянуть в преступный элемент и начать с ним работу, понимаете? Здесь очень много, очень много вот таких вещей, но сейчас это обезопасивает, да, правильно? Сейчас даже в цонах населения и вообще в любых организациях теперь справка о судимости, как говорится, не требуется, все так просто не возьмется, а вот именно за счет борьбы с распространением личной информации, которая может сыграть на руку в различных преступных действиях. Вот такие вот вещи. И борьба идет постоянно, я вам говорю, только появились где-то, что-то обязательно новое изобретается, где-то появилась утечка информации каких-то базовых данных, телефонов, опять меняются какие-то коды, и даже то же самое «Казактелеком» раз в квартал, я точно знаю, что они меняют коды, пароли и все такое, тем самым обезопасивая наши компьютеры, наши телефоны и наши, как мы, данные, да, по которым мы зарегистрированы в любой компании, мы же оставляем регистрацию телефонов, фамилии, имя, отчество, наши данные, правильно? И я думаю, что работа ведется, да и не думаю, а знаю, что ведется. Ну, как говорится, 100% все идеально быть не может, правильно? Ну, периодически хромает. Периодически хромает, не без этого. И в конце нашей беседы какой совет вы бы дали пользователям WhatsApp, которые получают сомнительные, скажем так, сообщения? Я бы дал совет не обращать внимания на это, а проверять информацию достоверно, прежде чем делать какие-то выводы, и все-таки внимательно читать, что происходит, потому что вот даже по вот этой клубничке, если прочитать внимательно информацию, ну, там такие ужасы написаны, да, и которых, ну, по факту это было бы стихийное бедствие, наверное, да, что у нас дети в школах распространяют, бедные умирают в больнице, да, из-за этого наркотика. Я считаю, это стихийное бедство нашему городу или до стране, да, поэтому надо немножко управлять достоверные факты и все-таки обращать внимание и вспоминать то, что в первую очередь это спам. Как вы только отправляете кнопочку дальше, все, вы подвергаетесь опасности. Кто-то зарабатывает на наших страхах. Да, кто-то зарабатывает, да, на наших страхах 100% зарабатывает, поэтому, пожалуйста, граждане, будьте бдительны, на провокации на такие не надо поддаваться и надо немножко быть лояльными все-таки. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.